Морнинг. Хакеры стали серьезной проблемой для казахстанцев. Все, что их волнует, это ваша информация, личные данные или деньги. Количество кибератак выросло в два раза. Только в январе было совершено больше 4000 информационных атак. От них страдают как государственные корпорации, так и предприниматели и рядовые граждане. Самые распространенные способы заражения устройств вредоносными вирусами, сетевыми червями и троянами – фишинг и ботнет. Здесь как раз больше идет атака психологическая, то есть на человека, что подменяется какая-то страница, либо отправляет сообщение как будто его знакомого, либо наоборот представляется, что Инстаграм вас пробует то-то взломать и отправляет вам ссылку, где вы должны бить новую пароль, а это сайт, допустим, злого мышленника. И это все равно человеческий фактор, он один из самых главных участников безопасности. В прошлом году, по данным аналитиков, от атак программ-вымогателей пострадали 75% всех мировых организаций. Ежегодно взламывается около миллиарда электронных писем рядовых пользователей. Каждый час от злоумышленников страдают около сотни человек. По словам специалистов, если взрослые еще могут включить критическое мышление и распознать аферу, то дети, которые проводят часы в интернет-пространстве, нет. Здесь мы можем говорить не только о атаках финансовых, гораздо страшнее тот набор атак на детскую психику, через кибербуллинг, через активные атаки на личность, через знакомство, через выманивание в переписке каких-то личных активных фотографий и потом шантаж детей. Если вы хотите защищать своих детей, оберегать их от всего, то вам стоит в первую очередь знать все, что может произойти, чтобы стать для них авторитетом, чтобы рассказывать, чтобы уметь их убеждать. Не стоит забывать и о собственной безопасности. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам, распространять личные и банковские данные. И каждого, кто звонит или пишет вам с просьбой передать их, принимать за потенциального преступника. Анастасия Новикова, Доран Абдзиев, Абзал Тюребеков, Фонд Форумбюро.